Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. На что можно тратить десятину? В особенности интересует, можно ли тратить в том числе на подачу записок в храм, например, сорока уста? Хороший вопрос насчет десятины. Да, есть такой медхозаветный принцип, согласно которому каждый человек, каждый верующий десятую часть дохода должен был отдавать на храм. В нашей церковной православной традиции, русской традиции, князь Владимир десятую часть доходов отдал на строительство храма, пристой Богородицы, которую так и назвали «десятинный храм». Сейчас там руины, но когда-то был большой, красивый древний храм, построенный на десятую часть доходов. У нас с вами, знаете ли, не всегда есть такая возможность. Вот представьте себе пенсионера, живущего на 12 тысяч пенсии. Такая среднестатистическая пенсия по стране. 11, 14, кого там чуть больше, ну, допустим, 12. Делим на 30 дней. Ты можешь потратить в сутки чуть на себя не более 400 рублей. А если еще брать коммунальные услуги, ну, какие-нибудь, допустим, 3000 или даже 4, останется уже не 400 рублей в день, а 300. И от этих 12 тысяч, от этих 1200, это значит, ну, 4 дня вообще ничего не есть, не пить, ни лекарства покупать, ни воды не попить. Ну, кроме той, которая бесплатна в крайне, в крайне чечет. Знаете, для многих людей десятина – это совершенно неподъемные цифры. А для многих семей, которые выплачивают ипотеку на квартиру, на машину, еще на что-нибудь, остается буквально десятая часть всех доходов на то, чтобы прожить этот месяц. Поэтому не все могут потянуть, и не надо терзаться мыслью о том, что, ах, обкрадываю я церковь, обкрадываю я себя. Ну, будет возможность, ну, давай больше. Речь идет не только о том необходимости содержать храм, но вообще о социальных нуждах. Я думаю, что, конечно, строго говоря, десятина – это то, что ты даешь на храм. А то, что ты даешь на социальные проекты нуждающимся – это уже милостыня сверхдесятины. Во всяком случае, так и было в древнем Израиле. Это чисто на храм шло. Но я думаю, если ты десятую часть своих доходов будешь отдавать на храм, нуждающимся при приютам, домам для мамы, фондам, которые борются с абортами, пролайферский фонд так называемый, приютам собак, кошек, хосписам, домам престарелых и так далее, и это будет десятая часть, которую ты распределяешь между церковью и социальными проектами, я думаю, это будет неплохо. Это будет достаточно большая сумма на самом деле. Но если вы хотя бы один процент от своих доходов будете однозначно отдавать на благотворительность, какая бы она ни была церковная или социальная, это будет уже неплохо. И знаете, я вот встречал людей, которые начинали с процента и как-то становились богаче. Потом два давали, становились ещё богаче, три. А вот десятину уже зажимали, потому что уже как-то сильно большие деньги оказывались. И опять спускались к тем доходам, которые были тогда, когда у них был один процент. Есть что-то такое в этой десятине, что такое мистическое есть, не зря, но вот и книги книг описывается. Но, повторюсь, ситуации бывают разные, далеко не у всех есть такая возможность. И когда спрашивают, а входит ли в десятину покупка свечей, сороковозд и вообще чего-то церковного, знаете, я говорю, да. Потому что так или иначе есть, есть же наценка и на книги, и на иконы, и на свечи. Так, в записках стопроцентная наценка. Вспоминаем без каких-либо вкладываний материальных. Ну, раз уж только что на бумагу, да и время на прочтение. Поэтому всё, что вы оставляете в храме, можно считать десятиной. Аминь и богу слава. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok